В регионе завершился еще один инвестиционный проект по электрификации белорусской чагунки. Электротягник сегодня отправился с Калинковича по маршруте Светлогорск-Жлобин. С перспективами дальнейшего развития транспортных взносинов ознайомились наши корреспонденты. Калинкович – город чагуночников. Первые тягники тут увидели ровно 135 лет тому. Наверное, с того часа невеликое местечко начало перетвориться в городское поселение. После завершения электрификации участка Калинковича-Светлогорск-Жлобин у пассажиров заявилась махчимость без пересадок доехать до Минска. Участок от Жлобина до столицы был электрификованный ранее. Выкористание новоцинного рухомого состава не только повышая комфорт транспортных взносинов, а и скорочая час поездки. Коли случайны тягники, где с Калинковича до Минска до шести часов, то электричны коля трех с половой. Чтобы был ресурс, которым можно дальше развивать ваш достаточно сложный такой производственный организм. Худкость и зручность, бада и головные пероваги, электротранспорту. Метанакерованная работа по электрификации чагунки в Беларуси почалася прикладно десяти годзе тому. Сегодня протяглость электрификованных участков досягнула 1370 километров. И на этом реализация инвестпроектов не завершается. Мы сегодня предлагаем нашему населению, жителям Республики Беларусь, такую транспортную хорошую коммуникацию между Калинковичами конкретно, Светлогорском, Жлобином, Бобруйском, Осиповичами, Минском. И фактически все наши основные узлы железнодорожные имеют сегодня хорошую устойчивую связь на современном подвижном составе. И, конечно, электрификация позволяет в том числе использовать современный хороший подвижный состав. У нас сейчас реализуется контракт. Мы покупаем 10 электропоездов. 6 электропоездов уже поставлено. И 4 мы ожидаем в первом полугодии 2022 года. У ближайших планах организация руху и грузового электротранспорту с Мазырского нафтоперопроцелучного завода, а так само пассажирского транспорта на инших участках. А про то протягнется работа по створению больше безопасных умов для перевозок. Деючая зараз система сигнализации были уставлены, а мальпа устагодзе тому. При этом все работы будут проводиться за кошт белорусской чугунки. Алексей Террун, Наталья Игнатенко, Сергей Камкол. Толерадоя компания «Гомель».